Сегодня мы приготовим вот такие вот кружевные блины на кефире. Для приготовления блинов мне понадобится 3 яйца, чайная ложка соли, 2 стакана кефира, 2 столовые ложки сахара, муки где-то стакан-полтора, соды пол чайной ложки и растительное масло, которое у меня нет здесь на столе. Итак, приступаем к приготовлению блинов. В миску выливаем 2 стакана кефира, желательно, чтобы он был тёплым. Добавляем пол чайной ложки соды, перемешиваем. Взбиваем яйца. Добавляем сахар, 2 столовые ложки, и соли, примерно половину чайной ложки. Перемешиваем. Мешаем, 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 мешаем. Отмеряем муку. Вначале один стакан, потом ещё половину. Примерно должно быть полтора-два стакана. Добавляем, мешаем, чтобы не было комочков. Отмеряем пол стакана. Получается такое густое тесто, но мы ещё будем сюда добавлять воду, а точнее кипяток, поэтому оно будет более жидкое. Наливаем кипяток, вначале стакан, чтобы он не такой был горячий. А теперь в тесто. Тоненькой струйкой интенсивно помешивая. И ещё добавляем пол стакана, чтобы оно было пожиже. Просто чувствую, что оно густоватое. И сюда же добавляем сейчас растительное масло. Две столовые ложки. Размешиваем. Размешиваем масло. Даем настояться в минут 5-10. И начинаем выпекать блины. Смазываем сковороду растительным маслом. Наливаем наше тесто. О, сковорода у меня не разогрелась. Ну, ничего страшного. Вот такой блин у меня получился. Надо ещё сильнее разогревать сковороду, тогда они будут лучше выпекаться. Главное, это хорошо разогретая сковорода и не очень густое тесто для блинов. О, теперь уже лучше. Вот они, дырочки появились. Перевернули. Дальше жарим. Блин готов. Оп. Переворачиваем. Они очень нежные такие получаются. Прям очень-очень. Оп. Вот такие вот они ажурные получаются. Видите, сколько маленьких дырочек. И очень нежные. Они прям очень-очень нежные. И очень-очень вкусные. Мы их уже попробовали. Приятного всем аппетита и хорошего вам настроения. Всем пока.